Алматинский тепловой монополист не будет возвращать горожанам деньги. Общество защиты прав потребителей обратилось в суд с требованием вернуть горожанам переплаченные, по их мнению, деньги за тепловую энергию. Монополист ИС не признал в очередной раз. Я бы хотел, чтобы вот этот беспредел в отношении потребителей города Алматы со стороны Департамента регулируемых естественных монополий, но надо как-то прекращать. Правозащитники выступили против дискриминации потребителей. Алматинские тепловые сети повысили тариф тем жителям, у которых нет общедомовых счетчиков тепла. ИСцы недоумевают, как бытовой потребитель может поставить такой счетчик. Они доказывают, что счетчик ей обязан ставить монополист. Представитель ответчика, в свою очередь, ссылается на подзаконные акты. Получается, даже если это дискриминация, то она законна. Если говорят, что нормы того или иного нормативно-правого акта противоречат Конституции Республики Казахстан, то должны были быть приняты меры сначала по отмене их, а потом уже признавать действия уполномоченного органа, который вынес свое решение на основании этих нормативно-правых актов, незаконными. В итоге суд принял сторону монополиста, а значит, горожане, которые не установили у себя общедомовые счетчики тепла, будут платить больше.